Здравствуйте! Очень много комментариев под видео и вопросы, что такое профессиональный субстрат, как он выглядит, а вот годится ли субстрат, на котором написан, допустим, для фиалок, или для рассады, или еще для чего-то. Значит, вот у меня мешки, различные мешки профессионального субстрата. Как видите, 250 литров, здесь 250 литров, лафлора 250 литров, бывает 300-200 литров. Ну вот у меня только три производителя. Обращаем внимание, вот, например, лафлора. На ней ничего не написано. Для рассады это, не для рассады. На ней написано фирма лафлора. И информация, можно сказать, как на трамвайном билете. Здесь может быть написано, сколько азота, фосфора, калия. Это не обязательно. И на мешке может быть наклейка. Значит, в данном случае этот субстрат имеет название ККС-1. Все. Вот эти мешки, вот эти мешки фирма Лафлора использует для всех своих субстратов. Просто различаются они, вот, как правило, наклейкой. Или вот есть штамп. Например, вот штамп. Тут дата выпуска, какой-то номер. И написано вот ККС-1. То есть, можно перепроверить наклейку и штамп. То же самое на стендере. Сейчас я покажу. Стандартный мешок для всех видов субстратов. Ничего здесь не написано, никакой информации. Может быть, какая-то распечатка общая. Но она не касается именно к этому субстрату. Опять же, ищем наклейку. Вот она наклейка. Вот она наклейка. Это субстрат М520. Ну, стерлась. Все. Вот эти вот мешки стендер использует для всех своих субстратов. Отличаются они только вот наклейка. 520. Может быть, где-то штамп. Вот здесь вот пропечатано. Может быть. Но здесь я не нахожу. То есть, здесь только вот наклейка то, что это 520. Берем другой. Например, теракульт. Вот. Теракульт. Тоже. Никаких особо познавательных знаков. Просто. Теракульт. Ищем наклейку. Вот наклейка. ТС4. То есть, один и тот же пакет теракультам используется для разных рецептур субстрата. И отличаются они, как правило, вот наклейкой. Некоторые пропечатывают номер. И вот по этому уже номеру, ну, например, ТС4, можно в интернете или на сайте производителя прочитать состав этих субстратов. Еще раз хочу обратить внимание. На них не написано для рассады там, для петуни, для еще какого-то чего-то там. Вот у нас есть видео об удобрениях. И я там рассказываю, что название, допустим, удобрения для фиалок выглядит примерно так же, как вы в супермаркет заходите и смотрите, будто бы йогурт для брюнеток или йогурт для блондинок. Вот насчет профессиональных субстратов точно так же. То есть, субстрат для фиалок звучит примерно так же, как йогурт для блондинок. То есть, отличаются они рецептурой, а не тем, для каких культур. Как же узнать, какой же субстрат нам подходит? У каждого производителя есть сайт, и там есть рецептура. Я вот распечатал рецептуры с фирмы Кекила. Ну, то, что быстрее нашел, то и распечатал. Значит, чем отличаются? Прежде всего, отличаются размером помола. Даже не так. Первым делом отличается торфом. То есть, какой торф используется. Это может быть белый торф, то есть, верховой торф. Это может быть коричневый торф. Они называют его, как же, ну, в общем, коричневый. Это что-то вот среднее между черным и белым. И черный торф, то есть, низинный торф. То есть, вот первое отличие. Смотрим состав. А какой торф используется в этом субстрате? Для нас, нас интересует, прежде всего, белый торф. Белый и, может быть, добавка, как незначительная добавка, ну, до 30% коричневого торфа. С черным торфом не рассматриваем. Дальше. Степень помола, то есть, размер частиц. Может быть, вот, например, 0,8 мм, 2,8 мм, 4,20 мм. Из своей практики, вот, мелкий помол, он рекомендуется для посева семян. Мне не нравится такой вот субстрат, какой-то очень мелкий. Он очень плохо смачивается. И когда он высыхает, вот он, ну, в общем, он очень неудобен. То есть, он удобен только для посева семян. А для рассады, то есть, для работы вот в горшочной культуре, чем крупнее фракция, тем лучше. Потому что более крупная фракция, она держит структуру. Даже когда ком высыхает, все равно структура не меняется. И даже при, когда субстрат разлагается, по мере старения субстрата, все равно структура, вот, она лучше сохраняется. Итак, берем субстрат с максимально крупной фракцией. Ну, как правило, завозят среднюю фракцию. Вот, производители, поставщики, они завозят среднюю, чтобы всем была, как бы, всех устроила. Вот, но если есть выбор, чем крупнее, тем лучше. Дальше. Отличаются субстраты количеством внесенного удобрения. Это бывает полкилограмма на кубический метр, килограмм, там, 1,2, 1,5, до 2 килограмм на кубический метр. Самый средний такой показатель, это примерно 1 килограмм. Полкилограмма добавляют, это бедные субстраты. Они используются, как правило, для укоренения каких-то черенков. Если есть выбор, выбираем от 1 килограмма до, максимум до 1,5. 2 килограмма это много. 2 килограмма это хорошо выращивать будет помидоры. Но для цветочных, для цветов это очень много. Будет плохо развиваться корневая система. Оптимально вот 1 килограмм, 1,2 килограмма на метр кубический. Дальше чем отличается? Отличается кислотностью. Но, как правило, PH 5,5. Вот 90% всего производимого субстрата идет с кислотностью 5,5. От 5,5 выбираем. То есть 5,5 до 6. Если, конечно, вы выращиваете какие-то хвойники, то можно купить специальный субстрат. Там будет кислотность 4,5 до 5. Вот это, в принципе, можно использовать для хвойников. Но для цветочной культуры 5,5. Чем еще могут отличаться субстраты? Это составом вносимого в них удобрения. Нас интересуют субстраты, в которых удобрения вносятся с повышенным содержанием калия. Вот, например, лафлора. Вот показатель. Калия больше, чем всего остального. Вот такие субстраты берем. Бывает, что субстраты делаются с повышенным содержанием азота. Такие субстраты нас не интересуют. То есть вот такие субстраты мы не берем. В них будет корневая система развиваться намного хуже. Но, как правило, в 80% это, в принципе, стандартное внесение удобрений, когда калия вносится больше. Теперь о фасовках. Вот, например, вот какие фасуют. Самое маленькое это 70 литров. Самое маленькое. Дальше они фасуют. 100 литров, 200 литров субстраты, 320 литров и 7 кубических метров. То есть огромные-огромные тюки. Но вот меньше, чем 70 литров у хихилы я не увидел. И это не на все позиции. Вот, например, на те позиции, которые самые-таки распространенные. Упаковка 320 литров. И вот я вам показал три вида. Чем мы пользуемся на данный момент. Вот все они идут по 250 литров. Ну, знаю, что Классман сейчас выпускает мешки в основном по 200 литров. То есть вот, я не видел профессиональных упаковок 5-10 литров. Я поставлю ссылочку на наш форум. Там есть опрос по субстратам. Какие субстраты коллекционеры как бы рекомендуют, использовали и рекомендуют из своей собственной практики. То есть, в принципе, можно зайти и посмотреть. Ну, мы лично... Вот мне нравится текила. Но текилу сейчас в Украину не заводят. Вот стендер мы покупали года три назад. Сейчас тоже я его не видел. Я знаю, что продают в Афлору. В принципе, неплохой, хороший субстрат. Теракуль тоже неплохой, хороший субстрат. Вот. Ну, в данном случае, вот, у меня Т4. Т4, по-моему. Да, Т4. Но он годится только для укоренения. Он очень бедный. Вот для укоренения он прекрасный, а для роста он не годится. Но есть другие... Есть другие у них рецептуры. И, в принципе, я знаю людей, которые им довольны. Ну, в общем-то, всё.